В феншуй и даотской философии ци означает энергия, воздух, дыхание, ветер, жизненное дыхание, сущность жизни и тому подобное. Это жизненная энергия, присутствующая во всем – в человеке, дереве, животном, окружающем пространстве и т.д. Ци присутствует и в доме, также являющемся своего рода живым организмом. Стоит где-то бы препятствовать свободному потоку ци, например, неправильно поставленным шкафом. Там тот чажа возникает энергетический блок, вследствие которого дом заболеет, а дела его обитателей пойдут из рук вон плохо. Различают два вида ци. Шэн ци – благотворительное, благотворное ци, в переводе с китайского – это дыхание жизни, приносит удачу и характеризуется как вибрирующая, активная и полная жизни. Движется медленно, извиваясь. Этот момент весьма важен, так как набирая скорость, ци становится губительное. Ша ци – это негативное ци. В переводе с китайское – смертоносное дыхание. Вызывает крупные неудачи и множество бед, начиная с частых болезней и заканчивая потерей работы и доходов. Ссорами, разрывами и проблемами в отношениях между членами семьи. Движется по прямой линии. Категории инь и янь пронизывают все аспекты китайской культуры и являются неотъемлемой частью практики фэншуй. Инь буквально означает северная или теневая сторона холма и поэтому связана с холодом, темнотой, ночью и женским началом. Ян – в дословном переводе южная, обращенная к солнцу сторона холма. Противоположность инь соотносится с теплом, светлым, днем и мужским началом. Графически инь и янь изображаются как две запятые, черное и белое, вписанные в круг с противоположными точками, символом зарождения внутри ян, внутри инь, инь внутри ян. Круг символизирует вселенную, черная половинка инь – земля, а белая ян – небо. Изогнутая линия означает плавный переход от одной противоположности к другой. Инь и ян не являются некими статическими силами, они непрерывно взаимодействуют, вызывая изменения в природе. Так лето ян дает рождение зиме, а зима инь снова становится летом. Ночь переходит в день, день – в ночь, луна сменяется солнцем, а солнце – луной. Также следует учитывать в отношении инь и ян, что они олицетворяют женское и мужское начало, но символично, а не в конкретном значении мужчины или женщины, так как согласно китайскому мировоззрению, в каждом человеке, независимо от пола, в постоянном движении присутствуют оба вида энергии. Но также и не стоит воспринимать их как силы враждебные по отношению друг к другу. Ни одно из начал не может существовать отдельно от другого, как говорят китайцы. В каждой инь присутствует ян, а в каждом ян присутствует инь. Инь и ян не являются привычным европейцу моральным или нравственным противопоставлением добра и зла, бога и сатаны, греха и добродетели. Инь и ян постоянно пребывают в динамическом взаимодействии и, достигая своей крайней точки, переходят в противоположную категорию. В древнем китайском трактате Сувэнь говорится, когда инь достигает максимума, она превращается в ян. Когда холод достигает своей вершины, он становится жаром. Когда жар достиг вершины, возникает холод. При усилении инь происходит ослабление ян. И наоборот, инь ослабевает при усилении ян. Например, северная сторона холма – это инь, южная сторона холма – ян. Внутренняя – инь, ян – внешняя. Инь – вода, ян – огонь. Инь – глубокое, ян – поверхностное. Инь – депрессия, ян – веселье. И так понятно, что учение об инь и ян исходит из того, что живой организм образует единое целое. Все его органы связаны между собой. А так, как само человеческое существо возникает из слияния сперматозоидов и яйцеклеток, то между всеми частями тела возникают взаимодополняющие отношения инь и ян. Китайские целители считают, что материальная составляющая тела относится к категории инь – инь внутри. А его функции – к ян, ян – снаружи. Согласно этим представлениям, верхняя часть человеческого тела относится к ян, а нижняя – к инь. Спина соответствует ян, живот и передняя часть грудной клетки – инь. Отсюда впоследствии возникает идея о плотных и полых внутренних органах. Первые имеют иньскую природу, а вторые – янскую. Например, полые органы – ян, плотные органы – инь. Толстый и тонкий кишечник, желудок, мочевой пузырь – это ян. По представлениям китайских целителей, здоровье человека является результатом гармоничного взаимодействия между инь и ян. И наоборот, единство инь и ян, функция человеческого организма, отсутствует, возникают болезни, которые также по всем своим симптомам разделяются на группы янского и иньского синдромов. Когда идет переизбыток инь и ян, возникают тоже болезни. Переизбыток ян – энергии столько, что вы не знаете, что с ней делать. Переизбыток инь – хроническая нехватка сил. Переизбыток ян – бессонница. Переизбыток инь – сонливость. Переизбыток ян – излишняя суетливость в мешающей работе. Переизбыток инь – постоянное буксование в рутинных делах. И так далее. Здоровье влияет на успешность. На здоровье влияет точно так же гармонизация инь и ян в доме. Комнаты в доме должны быть по возможности освещены равномерно. Если же одна комната получается слишком темной, то рядом с ней обязательно должна находиться ярко освещенная, чтобы не создавался перекос в сторону инь или ян. Но при этом надо учитывать – ни в коем случае ярко освещенной не должна быть спальня, а темными – кухня или гостиная. Та же самая рекомендация касается шумных и тихих комнат, заставленных мебелью и просторных и тому подобное. На стороне дома, обращенной к горам, скалам или высотным зданиям, необходимо размещать больше иньских элементов. Все маленькое, приземистое, связанное с водой, покоем, расслаблением и тому подобное. На стороне, где присутствует равнинный пейзаж, необходимо поместить больше предметом с характеристикой ян. Высокие растения с острыми вытянутыми листьями или предметы красного цвета. В комнатах, где чаще бывают женщины, необходимо вносить больше элементов ян, где мужчины – инь. Это поможет избегать перекосов энергетического баланса. В взаимосвязи инь и ян проявляют себя через систему пяти фундаментальных фаз действия энергии Ци, называемую в китайской философии Усин, что в переводе значит «пять движений», «пять фаз изменения» или «пять элементов». По древнекитайским представлениям, все явления Вселенной возникли из взаимодействия пяти элементов материи – дерева, огня, земли, металла и воды, постоянно находящихся в движении и изменении. Энергии элементов по своей природе не являются статичными, они непрерывно взаимодействуют с другими объектами. Эти изменения можно разделить на пять фаз. Первая фаза – это вода. Покоящаяся энергия находится в крайней степени спокойствия и сосредоточения. Если ее не беспокоит, она стремится к предельной неподвижности. Вторая фаза – дерево. Если энергия предельно сконцентрирована в какой-то точке, то она через время взрывается и начинает расширяться. Эту стадию соотносят с деревом, поскольку, по представлениям китайцев, деревья после долгого периода зимнего покоя взрываются действием. И третья фаза – это огонь. Никакой взрыв не может длиться долго на одном накале. Вскоре деятельность стабилизируется и начинается период равномерного высвобождения энергии – горение. Четвертая фаза – металл. Когда высокая скорость высвобождения энергии начинает снижаться, начинается четвертая фаза – конденсированное состояние энергии. И пятая фаза – земля. Это фаза центрального равновесия и гармонии всех остальных четырех фаз. Ее называют земля, поскольку земля и есть основа всех прочих элементов. Пять элементов могут рассматриваться как с точки зрения взаимопорожнения, так и с точки зрения взаимоподавления. Вода питает дерево. Дерево кормит огонь. Огонь согревает землю. Земля порождает металл. Металл, оплавляясь, превращается в жидкость, то есть воду. Но точно так же может быть и разрушение пяти элементов. Земля засыпает воду. Вода гасит огонь. Огонь расплавляет металл. Металл рубит дерево. Дерево истощает землю. Элемент огонь символизирует успех, славу, признание, наделяет успехов в общественной жизни, придает человеку качество лидера, способствует блестящим достижениям того, кто успешно его активизирует. Но огонь всегда надо держать под контролем. Избыток его крайне опасен. Вода символизирует богатство и процветание. Но активизировать этот элемент нужно осторожно, обязательно учитывая его гармоничное соотношение с другим. Энергия же дерева приносит удачу и успех в материальном плане, наделяет великолепной удачей потомков семьи и особенно благотворно в своем влиянии для сыновей. Земля является почвой для гармоничного существования всех остальных четырех элементов, ассоциируется с семейным счастьем и матерью-хозяйкой. Металл символизирует силу небес и власть хозяина отца, приносит удачу влиятельным и полезным для общества людям, которых китайцы традиционно называют небесными людьми. Если правильно активизировать элемент металл, то появится возможность стать могущественным и влиятельным человеком. С каждым из элементов связан определенный орган. Сердце выполняет функцию нагрева, а свойством огня является жар, поэтому сердце связывает с первоэлементом – огонь. Легкие связывают с первоэлементом – металл. Селезенку связывают с первоэлементом – земля. Почки связывают с первоэлементом – вода. Печень связана с первоэлементом – дерево. Между органами, как и между первоэлементами, существуют и питающие, и угнетающие связи. Поэтому знание фэн-шуй – как устроить свой дом, учитывая влияние каждого из элементов на соответствующие органы и организм в целом. Так, например, переизбыток огня в направлении дерева весьма негативно скажется на работе печени, что может вызвать как печеночные колики, так и проблемы с кожей, зрением, сделать более раздражительным человека, вспыльчивым и неспособным контролировать свои эмоции. Учитывая влияние друг на друга пяти первоэлементов, можно установить в доме или квартире гармоничное течение ЦИ, способствующее успеху. Например, если вам необходимо привлечь в дом больше жизненной энергии, необходимо подкормить элемент огонь деревом. Но, с другой стороны, не менее важно следить за тем, чтобы не запустить разрушающий цикл. То есть ни в коем случае нельзя ставить металлическую мебель на сторону дерева. Металл станет рубить дерево. Область применения методов фэн-шуй определяется тем, где вы очерчиваете границу своего пространства. Таким образом, если вы говорите, скажем, о юге, под этим направлением можно принимать южную стену вашей комнаты, дома, участка, города или всей страны. Срабатывает эффект расходящихся кругов. Это происходит потому, что в фэн-шуй никакое направление само по себе не имеет смысла в отрыве от других направлений. Рассмотрим соответствие между пятью элементами и их проявлениями. Элемент дерева, название Му, направление Восток, цвет зеленый-синий, планета Юпитер, сезон Весна, число 8, животное Зеленый Дракон, энергия расширяется, как мы уже и говорили. Огонь. Название Хо, направление Ю, цвет красный, планета Марс, сезон Лето, число 7, красный Фазан высвобождается. Земля. Название Ту, направление Центр, желтый, золотой, Сатурн, бабье Лето, пятерочка, золотой Феникс уравновешивается. Металл. Цынь, запад белый, Венера, осень, 9 число, белый тигр собирается. И вода Шуи, направление Север, цвет черный, планета Меркурий, сезон Зима, число 6, животное Черная Черепаха и энергия запасается. И далее, друзья, для дальнейшего понимания материала, мы хотя бы в общих чертах ознакомимся с такими понятиями китайской медицины, как Чин, Ци, Хуэй, Цинье и Шэнь. Ну, это будет в следующих выпусках. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Участвуйте в продвижении и работе моего канала. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok